Костя из резины. Никогда не ходил в школу, сладости для него яд, а игра в футбол недостижимая мечта. Коварная игра генов. Редкое заболевание со сложно произносимым названием. Дистрофический, рецессивный, бульозный эпидермолиз. Или иначе болезнь бабочки приносит мальчику невыносимые страдания. Хрупкая, как крыло бабочки, кожа покрывается ранами от легчайшего касания. Раны трудно заживают, с годами атрофируются пальцы. Без помощи не обойтись. Евгению 28. И за всю его жизнь мама не отошла от него ни на шаг. В Молдове около 50 человек страдает этим редким заболеванием. Настолько редким, что большинство врачей о нем не то, что не слышали никогда, но и знать о нем ничего не желают. Ежедневный уход, особое питание и специфические медикаменты. Все это стоит огромных по меркам Молдовы денег. Лишь на специальные перевязочные материалы может уходить до 10 тысяч лев в месяц. Правда, в Молдове достать их просто нереально. Иногда отзывчивые люди их присылают из-за границы. И использовать их приходится в режиме жесткой экономии. Живут же больные на пособие по инвалидности. Ежедневный уход из-за границы. Собрав все силы, он зарегистрировал ее филиал в Молдове. Благодаря Дебре удалось объединить всех, кого поразила болезнь бабочки. Скоро начнет работу сайт, на котором люди смогут узнавать все больше и больше информации. И на что надеется Женя, в Дебру придут добрые люди. Правильный уход и регулярное лечение в Германии. Стоимость курса около 20 тысяч евро. Это единственный шанс больных на жизнь, в которой будет чуть больше радости и меньше страданий. В Минздраве Евгению, который ходит туда как на работу, обещают решить вопрос хотя бы с перевязочными материалами. Статусы и ангажемы, я сомневаюсь, потому что, в последнее время, для Республики Молдова, я сомневаюсь, 50 человек, как мы мы, так как осознаваясь, после дата Министерства, я сомневаюсь, 50 человек, не это грустно, не очень много. Потому что только сомневаюсь, с сотни и тысячи, тысячи человек, которые имеют проблемы различные и большие, и сомневаюсь, даже и медицинами. Ждут помощи в Дебре и от людей доброй воли. Евгений знает, что они есть. Они помогли ему пройти курс лечения в Германии. Может, смогут помочь и другим, таким, как маленький Костя или Мария. Всем миром проще бороться с болью, не отступающей ни на секунду. В этом уверены те, кого сегодня объединяет Ассоциация Дебра. Вера в добрых людей, надежда на чиновников и бесконечная любовь близких. Пока это все, что дает им силы бороться с приговором судьбы. Татьяна Соколова, Виталий Драголин. Сегодня в Молдове.